Всем-всем привет! Это канал Вязание и я. Меня зовут Юлия. Сегодня я хочу с вами немножко поболтать. Я хочу рассказать вам о своей истории заработка, моих первых денег на вязании, о моем первом заказе, о том, что я жду вообще от своего канала на ютюбе. Расскажу вам, в принципе, как моя жизнь связана с вязанием. Истории у всех очень разнообразные, и все они очень интересные. А вот у меня случилось так, что я никогда в молодые годы даже не думала о том, что я буду получать какие-то денежные средства от своего любимого занятия, от вязания. Но так сложилась жизнь. У меня был очень-очень сложный период в моей жизни. Я развелась со своим супругом, когда моему ребенку было полтора месяца. Выживать как-то надо. Конечно же, я в тот момент приехала жить к своим родителям. Но я привыкла зарабатывать с 17 лет на свое содержание самостоятельно. А тут как груз со своим ребенком маленьким свалилась на шею моих родителей, которые к тому времени уже были пенсионерами. Мне было очень стыдно. Я не могла позволить себе брать у них деньги. Они очень хорошо помогали. Маленький ребенок – это всегда большие затраты. А тут еще есть взрослая женщина, которой тоже нужны просто какие-то элементарные средства личной гигиены, колготки, ну и прочие-прочие вещи. И подойти к моему папе и сказать, папа, дай мне, пожалуйста, денег, мне было крайне стыдно. Вот я поняла, что мне надо что-то делать. Выйти на работу я не могу. Мне не с кем оставить моего маленького ребенка. Да и он очень маленький был. И в то же время мне хотелось быть самостоятельной, наверное, так. Не зависеть ни от кого, но хотя бы чуть-чуть, хотя бы на какую-то долю. Я выходила гулять с ребенком, брала с собой спицы, нитки. Что я делала? Я вязала пинетки. Я вязала пинетки, я вязала их в большом количестве, я вязала их не на заказ. Летом это были летние варианты пинеток на девочек, да, расшитые всякими бусинками, бисером, ленточками, кружевные, красивые. Зимой, конечно, это были зимние варианты, но не менее интересные. Мои родители были пчеловодами. И в то время рыночная экономика, магазинов не было. У меня мама торговала медом на рынке. И я попросила ее, помимо меда, поставить на прилавок мои пинетки. И вот, люди, она их продавала в таком количестве, что я не успевала вязать. У меня вообще был такой вопрос, откуда в нашем маленьком городе столько маленьких новорожденных детей, куда вообще в таком количестве можно их покупать? Ну, благодаря вот этим пинеткам я получала какие-то, даже не какие-то, а достаточно приличные для существования денежные средства. Ну, кризис, слава Богу, закончился. Я вышла на работу, ребенок подрос. Я стала опять зарабатывать. Не было у меня никакой цели продолжать зарабатывать на вязании. К тому же я не люблю вязать маленькие вещи. Я люблю вязать вещи большие. Мне интересны разные техники. Ну, и вот таким образом продолжала жить. Изучая сложные техники, я вязала очень много изделий от замечательного дизайнера Оскара де Лоренто. Вещи Ванессы Монтора, Джованны Диас. Все это эксклюзивно, без описания. Да, подбираешь рисунки, узоры, пряжу, мотив, вязание мотивами крючком. Это было все очень-очень-очень для меня интересно. И за мной ходили постоянно в моем окружении девушки, женщины, которые просили связать им на заказ. Я всегда-всегда отказывалась. Почему я говорю, я не могу воплотить свои желания в жизнь. Я столько хочу связать, я столько всего еще не связала. А вам вязать вообще совершенно нет интереса. Вот хотя бы, если бы я на то время уже начала брать заказы, я бы, наверное, уже получила свой первый миллион. Это я так шучу. Потом я работала со своей кумой на одном предприятии. В обеденное время мы не уезжали обедать, мы обедали на рабочем месте. Времени целый час. Зачем терять его? Я вязала каждый обед. Изделия для себя. А она все время смотрела, смотрела на меня, там, висела в соцсетях где-то, что-то, чем-то еще занималась. Я говорю, Надь, ну ты, говорю, так бесполезно проводишь время, давай я тебя научу вязать. И она, ой, да что ты, в школе учили вязать, я там пыталась вязать шарфик, пыталась вязать юбку, у меня в итоге получились какие-то мочалки. И на том она и закончила. Но ей очень нравились изделия, которые у меня получаются, и она добилась того, чтобы я ей связала на заказ. А так как она моя кума, она моя подруга, я не люблю вязать вещи. В тот момент для меня было стыдно брать деньги со своих близких, знакомых, друзей за то, что я делаю. И поэтому я отказывалась. И вязать, потому что бесплатно, это большой труд. И я считаю, что вязаное изделие должно иметь цену, хотя бы за работу и за пряжу, хотя бы какую-то минимальную цену. И я всегда отказывалась от этого. Но она меня упросила. И я связала ей на заказ. Это был мой первый заказ платья. Летнее платье, ажурное, крючком. Оно получилось очень красивым, нежно-голубой цвет был. Но я, конечно же, взяла с нее очень символическую плату. Я не буду называть ее очень символическую за такое изделие. После чего она решила научиться вязать. Учила я ее в обеденный перерыв. На сегодняшний день эта девочка, женщина, творит великолепные вещи. Она вяжет крючком, замечательные платья, просто прекрасные. И уже даже дизайнерские. Ну, прекрасно, замечательно. Я очень рада за нее. А, кстати, она была не единственная моя ученица. Самая первая моя ученица была. Я еще училась в школе. Наверное, класс 8-й или 9-й. В то время это были 90-е годы. Красивые одежды купить было, наверное, невозможно. Все одевались с каких-то корейских рынков. А я ходила в седрах, вязаных самостоятельно. И пряжи в то время вязали из каких-то ниток для изделий ковровых. Вот такая была ужасная пряжа. У меня папа работал на ковровой фабрике. И под зарплату, в то время большие перебои были зарплатами, он брал под зарплату пасмы. Пасмы были все перепутанные. Мы их растягивали на весь дом, эти пасмы. И сматывали. И они у нас висели неделю, потому что это было столько надо нервов иметь, чтобы размотать на клубки вот эту пряжу. И тем не менее, вы знаете, мама мотала, я мотала, папа мотал. Мотали все. Всех накрывал псих. Но тем не менее, я вязала изделия из этой пряжи. И носки, и джемпера. Все одинаковое. Потом начали появляться акриловые нитки, красивых ярких цветов. Мы работали одними и теми же спицами под разный метраж пряжи. Вот я сейчас вспоминаю, конечно, все это очень смешно. Но в тот момент не было возможности у кого-то вообще научиться. Да и купить даже спицы, это была целая проблема. Я помню свои первые круговые спицы, с которых постоянно соскакивала, это не леска была, это что-то как, типа, трубочки какой-то, в которую вставлялись сами спицы. Она обламывалась, она снималась. Мучение. Это было мучение. Так вот, я немножечко отвлеклась от темы по поводу того, как я учила девочку, когда я была примерно в седьмом или в восьмом классе. Мы жили в одном доме, многоэтажный дом, и ее мама все время восхищалась одеждой, одетой на мне. Это были джемпера, это были свитера, косами, оранами. В то время оранами, я же уже рассказывала вам, что я училась вязать у бабульки, и схем, и журналов тоже было очень мало. Какие-то там журналы крестьянка, модница, вот там были схемы. А бабушка, которая меня учила, она придумывала схемы самостоятельно. И я очень многое узнавала у нее. И вот эта женщина, смотря на мои изделия, попросила мою маму, чтобы я научила вязать ее дочь. Девочка была, она была постарше меня. И она была немножечко, как сказать, своеобразная. У нее были какие-то, видимо, отклонения умственные, я так думаю. Но она тоже имела большое желание научиться, и я это сделала. Я ее научила с нуля, с набора петель. Рекомендации давала по пряже, по изделиям. Мы разучивались с ней сначала вязать узоры, потом я учила вязать ее изделия. Но она была очень скрупулезная, она меня внимательно слушала. Она приходила ко мне домой, мы прошли какую-то с ней тему, я давала ей домашнее задание, она его всегда исполняла. Она просила заниматься с ней больше, но мне же надо было делать уроки. К тому же у меня было много друзей, я любила гулять, я хотела также повязать. Кстати, в то время я очень не любила распускать. Если у меня что-то не получалось, я бросала это все, и все, и говорю, больше вязать не буду. Прихожу домой с гулянки, а моя мама распустила до того момента, где я сделала ошибку. Я плакала, но я садилась и продолжала вязать. Спасибо моей маме за это. Вот, и девочку эту я тоже научила вязать очень хорошо. Потом как-то наши жизни разошлись, я не знаю, где она, как она, вяжет она или не вяжет, но в тот момент она вязала, и вязала очень много, кстати, у нее было много изделий ею связанных, и мне они очень нравились. Ну, наверное, потому что там была и капелька моей души вложена в эти изделия. Вот, потом я вернусь к тому времени, когда я научила вязать свою куму, да, мы работали на заводе с ней, и мы ходили вдвоем в уникальных вещах, и я поняла, что я не только могу научить вязать, да, я могу мотивировать людей на то, чтобы они брали в руки спицы, крючки и делали это самостоятельно. Так вот, в моем окружении, в тот момент, наверное, человек пять вооружились спицами, пряжей, у кого-то были какие-то навыки вязания, но давно забытые, у кого-то не было совсем, и вот они ко мне приходили в течение рабочего дня. «Юля, а подскажи, что означает эта схема, а как здесь связать, а как там связать, а научи, а расскажи, а сколько петель мне набрать?» Ну, это очень приятно, это очень приятно. Потом я, у меня был очередной кризис, я ушла с работы, я ушла с работы в никуда, я уже, будучи во втором браке, у меня двое детей, у меня кредиты, надо же каким-то образом жить. Работу по специальности найти крайне сложно, я, как вам уже говорила, у меня маленький городок, городок, в котором я живу, я решила вязать на заказ. Мой первый заказ в это время привез мне мой муж. Он работал, неважно на каком предприятии, у него там была женщина, у которой родилась внучка, она там была вся под впечатлением от этого, и говорит, вот хочу на Кристины, девочки, внучки своей, чтобы вот найти вязальщицу, которая свяжет крестильный комплект. А мой муж, недолго думая, говорит, «Да у меня жена это делает». В итоге я связала платьицы, косыночку, пинеточки, все это было расшито бусинками, это было красиво, нежно, заказчица осталась в восторге, это все было нежно-розового цвета. И вот, когда я пошла подбирать ткань на подклад к этому платьицу, я всегда хожу со своими вещами, потому что я люблю, когда подклад у меня идет в тон с пряжей. Я хожу и подбираю с изделиями, и вот продавцы, люди, которые находятся в магазинах тканей, они восхищаются моими работами, и вот оттуда у меня начали появляться другие заказчики. Начало работать сарафанное радио. Я вязала в тот год, я не работала год, очень-очень много, в больших объемах, ночами и днями, до такой степени, что у меня разболелись суставы, у меня болела страшно шея, спина. Мне уже этот процесс не доставлял вообще никакого удовольствия, потому что я уже должна вязать, как будто я хожу на работу и получаю за это денежные средства. У меня были ограничены сроки, а изделие вяжется достаточно длительное время, а мне нужно определенную денежную сумму в месяц, для того, чтобы я не чувствовала себя безработным человеком. И вот я старалась, я гнала, гнала, у меня не было ни выходных, ни проходных, что-то же, конечно же, не получалось, распускалось, перевязывалось, это тоже потеря времени. Даже доходило до того, что мне звонит заказчица за неделю до Нового года и говорит, «Ой, Юля, я очень хочу платье, я хочу платье крючком черного цвета, вечернее на Новый год». Я говорю, «Вы понимаете, что это сроки вообще нереальные, а у моей заказчицы была очень индивидуальная фигура, она была маленького роста, с очень большой грудью, и при этом она была сама маленького размера, размер одежды был маленький. Но когда есть вот такие особенности, будь то грудь, будь то талия, будь то бедра, необходимо сажать, сажать на фигуру. Это не просто прямая вещь, но вы все понимаете, зачем я сейчас об этом рассказываю. И вот у меня были сроки 5 дней. Я, конечно, обозначила все нюансы, что это черная пряжа, что это скорость, это эксклюзивная вещь, которая вяжется только для вас. Соответственно, и цена будет совершенно другая. Ее все устроило, потому что ей надо было срочно улетать в Арабские Эмираты. Вы можете представить, да, в каком режиме, в каком темпе я вязала это платье. Конечно же, я уложилась в сроки, другого варианта у меня просто не было. Пока я вязала, мой муж готовил кушать, приносил мне еду в том числе, чтобы я вообще с голоду не умерла за этим вязанием. Вот, пряжа была тонюсенькая, вязала я крючком. Работа длительная, вообще изначально должна была быть предполагаться, но вариантов не было. Я это сделала. И вот, когда вот такие заказы, один, другой, третий, все болит, все раздражает, я не хочу больше вязать, вот, да, хобби переросло даже больше, чем в работу, и у меня случился творческий кризис. Я перестала вязать. Перестала и на заказ, и для себя, и я ничего не хотела. Ничего не хотела. В тот момент я сказала, все, я больше на заказ вязать не буду. Это вообще очень сложно. Люди разные. У всех свои амбиции, у всех свои желания. Все-таки процесс вязания, это, наверное, творческий больше процесс, да. Я люблю получать от этого удовольствие. Я люблю вязать то, что я хочу связать, а не то, что мне навязывают. Вот для меня это играет большую роль. Вот. Сказала все. Я устроилась на работу. Денежных средств мне достаточно было на тот момент. И, кстати, помимо того, что я устроилась, я перестала вязать. И на том предприятии, куда я устроилась, я проработала недолго, наверное, с полгода. И я перешла работать в другую компанию, где работаю по настоящее время. Первое, что я на этой работе поняла, когда я, естественно, ношу свои вещи, да, и восхищенные взгляды, мне это нравится, мне это приятно. Ну и, опять же, сработала мотивация. Наталья Федоровна, привет! Это женщина, которая взяла и крючки, и спицы в руки, которая, глядя на меня, начала тоже творить, и творить в больших объемах. Получается красиво, хорошо. Это замечательно, когда ты можешь кого-то мотивировать. Более того, мой вязальный кризис закончился, вы не поверите чем, новыми заказами. Ой, опять у меня пошли заказы, опять я сапожник без сапог, я так много хочу себе связать, и у меня на это нет времени. Последнее мое изделие полетело с моей подругой в Канаду, и, наконец-то, я решила связать себе. Сейчас у меня небольшой перерывчик в вязании. Кстати, вы знаете, очень интересно реагировал мой младший сын, когда вот случился вот этот вот кризис, я не вязала год, чуть больше даже, наверное, года я не вязала. Он постоянно приходил, ну, с такой периодичностью, наверное, раз в три, в четыре недели, он спрашивал мне, мама, ну, почему же ты не вяжешь? А я говорю, ну, свяжи мне хоть шапочку. Вот, я говорю, а тебе что, нравится, когда мама вяжет? Он говорит, да. И даже не потому, что ему нравится сам процесс, когда мама вяжет. Это тоже очень приятно, когда у меня мои дети, это первые люди, которые оценивают мои вещи. И когда я вяжу на себя, да и будь то вообще заказ, изделие, да, я прихожу к ним, так, дети, сыновья, оцените. Ну, я никогда не услышала, что что-то там связала плохо, где-то что-то не идет. И вот, всегда получаю приятные отзывы о своей работе, о своем хобби, увлечении. Мой муж очень восхищается мной, то есть моя семья воспринимает это все, мое рукоделие с пониманием. Если я сказала, тихо, мама считает петли, значит, все тихо, и мама считает петли. Что, как же я пришла к каналу? Ой, это отдельная история. Вот, вы понимаете, раньше я вязала, я ничего не фотографировала, ну, фотографировала просто там в своем изделии обычное фото, семейное для семейного альбома. Не было у меня цели какой-то сфотографировать изделие, куда-то его выложить, чтобы, возможно, получить какой-то заказ. Нет. Я не снимала, я не фотографировала, не было. Да и я в жизни бы, если бы мне кто-то сказал, что Юля, у тебя будет канал, я бы никогда не поверила. А знаете почему? Я с техникой на букву ВЫ. Мой оператор, мой монтаж, занимается монтажом моих видео, мой сын, спасибо ему, сыночку моему, 13 лет, он просто гений в моем понимании, что он делает, что он творит, я вообще не понимаю. Я вот сняла видео, отдала ему, он монтирует, он там что-то как-то обрабатывает, добавляет звук, добавляет цвет, или убирает, ну, вы знаете, что такое монтаж. И до закачки на YouTube. Это его работа. Спасибо ему. Ему, я думаю, что он тоже получает частично от этого удовольствие, потому что он тоже учится. Вот, я рада, что у меня есть такой помощник, потому что, если бы его не было у меня, да, или он бы не умел это делать, то не было бы моего канала, не было бы вот этих съемок, потому что, я не знаю, я не умею, у меня не получается, я ничего не понимаю. Для меня, я читаю, я пытаюсь научиться, там что-то, что-то как-то обработать, но я совершенно не понимаю, что написано, и как это делать, и где эти кнопочки, на которые я должна нажать, ну, не семь пядей в обувь у меня, ну, вот так, вот так. Что же я жду от канала, от своего? Вы знаете, для меня самое главное, это поиск новых знакомых, моих единомышленников, таких же мастериц. Вот я читаю книги, да, в то время, когда аристократия была, вы тоже все знаете, что раньше барышень собирали в залах, обучали их искусству ведения домашнего хозяйства, искусству вышивания, шитья, вязания, и вот они сидели, у них были многочасовые вот эти сборы, несколько раз в неделю, они за светской беседой занимались рукоделием. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет, нет таких у нас знакомых, где мы собрали, у меня в моем окружении знакомых, с которыми мы собирались несколько раз в неделю, да и времени на это нет, чтобы посидеть, повязать, пообщаться. И вот я хочу на канале найти своих друзей, свой круг единомышленников, которые будут со мной делиться каким-то опытом, где-то я буду делиться, обсуждать какие-то новые тенденции в мире вязания, в новинках пряжи, в изделиях, в материалах, в инструментах для изготовления вязаных изделий. Вот это я хочу, вот это для меня важно. Друзья, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Я очень хочу получить обратную связь. Мне очень интересно общаться, очень интересно. Вот такая вот история у меня получилась. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, ставьте лайки. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok